Добрый день, уважаемая аудитория! Здравствуйте, всех приветствую! Мы продолжаем с вами изучать основы уголовного права. Почему основы? Потому что изучаем общую часть. Общую часть, которая состоит из, напоминаю, семи разделов. Общая часть уголовного права и уголовного кодекса состоит из семи разделов. Каждая тематика, она в той или иной степени, значит, раскрывает содержание вот этих семи разделов. На предыдущих лекциях, на предыдущие занятия мы с вами определились, что согласно статье 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан, единственным основанием уголовной ответственности является состав преступления. В свою очередь состав преступления, мы сказали, это такая уголовно-правая конструкция, которая включает в себя четыре элемента. Объект объективная сторона, субъект субъективная сторона. Когда совершается то или иное преступление, мы должны соотнести фактические обстоятельства дела, то есть, что совершено конкретно, с тем, что зафиксировано в статье Уголовного кодекса. То есть, произвести отождествление. Соответствует ли совершенное преступление тому, что описано в статье Уголовного кодекса с семь четырем элементом состава. Но нужно понимать, что в статье особенной части, естественно, они содержат описание двух элементов. Объективно, как правило, двух элементах иногда. Трех субъект иногда описывается. Вот, допустим, убийство матери новорожденного ребенка. Из самого содержания статьи мы уже знаем, кто является субъектом этого преступления. Мать. Убийство матерью новорожденного ребенка. Или там нарушение требований, да, законодательства совершенным медицинским работникам. Да? Ненадлежащее исполнение, да, своих обязанностей медицинским работникам. То есть, здесь субъект преступления уже обозначен. Вот. Поэтому объективную сторону мы определяем, грубо говоря, по названию главы особенной части, то, на что посягает преступление. Объективная, субъективная сторона и субъект описываются в диспозиции с этой особенной части. Сегодня мы с вами поговорим более подробно о таком элементе состава преступления, как объект. Объект преступления. Что это такое более подробно? Для чего это нужно? Ну, я хочу сказать, что, значит, в некоторых, особенно в советских источниках, литературе, специальной литературе по уголовному праву, объекту, как правило, не уделялось такого достаточного серьезного внимания. Считалось, что главное определить объективную сторону, то есть, само преступное деяние, действие и бездействие. А уж на какой объект посягает, это уже вопрос второстепенный. То есть, если есть само преступление, есть факт совершенного преступления, то объект, как таковой, он предполагается, что, естественно, уже имеется. То есть, если есть труп, грубо говоря, то не так уж и важно, на что конкретно посягал человек. На жизнь или на общественную безопасность и общественный порядок, как при терроризме, условно говоря. Поэтому это ошибочно, конечно. Значение объекта, безусловно, очень важно. И самое главное, его определение имеет существенное значение для разграничения различных преступлений. Дело в том, что такое последствие, как смерть, оно ведь предусмотрено не только в статье убийства. Смертью заканчиваются, допустим, аборты, незаконное производство абортов. Смертью заканчивается акт терроризма. Смертью может закончиться умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества. Захват заложника, похищение человека, торговля людьми и так далее. То есть, ряд других преступлений также могут привести к смерти. Но ведь все они имеют различный объект преступного посягательства. Предположим, если судью лишают жизни, то мы не квалифицируем. В связи с исполнением им своих служебных обязанностей по осуществлению права судья, условно говоря, если осужден освободился из места лишения свободы и убил судью за то, что когда-то он вынес в отношении его обвинительный приговор, то мы будем это квалифицировать не по статье убийства, а по статье посягательства на жизнь суди. А статья посягательства на жизнь суди, она расположена в главе уголовного правонарушения против правосудия и порядка исполнения наказания. А раз она расположена в главе уголовного правонарушения против правосудия и порядка исполнения наказания, Соответственно, объектом является правосудие. Не жизнь судьи, а общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением этим судьей правосудия. Вопрос в теоретической плоскости достаточно дискуссионный, конечно. С чем-то можно соглашаться, с чем-то нет. Но на сегодняшний день это так зафиксировано в кодексе. Если лишается жизни судья в связи с исполнением своих служебных обязанностей, мы это квалифицируем по статье «Посягательство на жизнь судьи». Оно является преступлением против правосудия и порядка исполнения наказания. А если же того же судью, скажем, сосед лишает жизни, поссорились, не поделили что-то на даче, тогда это убийство на бытовой почве, в ссоре или в драке, тогда да, это преступление против личности. Видите? То есть объекты преступного посягательства здесь различны. Поэтому точное установление и определение объекта имеет принципиально важное значение для квалификации содеянного. Квалификации, то есть определение конкретной статьи, под которую подпадает содеянный. Так вот, давайте еще раз вспомним, что собой представляет объект. Объект – это, мы сказали с вами, объект – это то, на что посягает преступление, чему причиняется или может быть причинен существенный вред. Значит, возникает вопрос, а что выступает в качестве, может выступать в качестве объекта? Мы уже об этом говорили, вот все 18 глав, которые имеются в особенной части Уголовного кодекса, они, их название отражают родовой объект. Первое – преступление против личности. Все преступления, которые содержатся в этой главе, посягают на личность, на его жизнь, здоровье, половую неприкосновенность, личную свободу, честь и достоинство. Преступление против собственности – все кражи, грабежи, разбои, мошенничество, вымогательство – посягает на мое право собственности, владеть, пользоваться, распоряжаться каким принадлежащим мне имуществом. Так, транспортные преступления – понятно, воинские преступления – понятно, медицинские преступления – понятно, в сфере экономической деятельности и так далее. То есть, название главы отражает объект преступного посягательства. Объект преступного посягательства. Теперь, значит, относительно того, что, значит, причиняет или может причинить существенный вред. Существенный вред, да? Ну, дело в том, что, если мы обратимся к статье 10 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то мы обнаружим следующую, значит, норму. Сейчас я процитирую, секундочку. Значит, нас интересует в данном случае часть 4 статьи 10. «Не является уголовным правонарушением, действием или бездействием, хотя формальные и содержащие признаки какого-либо деяния, предусмотрено особенной частью настоящего кодекса, но в силу малозначительности, не представляющей общественной опасности». Но в силу малозначительности, не представляющей общественной опасности. Что это означает? Ну, условно говоря, если я незаметно для кого-либо, скажем так, изымаю со стола ручку, то формально я совершаю кражу. Тайное хищение чужого имущества. Ручка мне не принадлежит. Тайно незаметно для хозяина я ее ложу себе в карман. Таким образом совершаю формально кражу в статье 188 УК Республики Казахстан. Тайное хищение чужого имущества. Но дело в том, что причиняется ли в данном случае собственнику существенный вред? Многие говорят, ну, смотря какая ручка, возможно, это парки за несколько сотен тысяч долларов и так далее. Возможно, да. Но мы берем во внимание обычную канцелярскую ручку в стоимости 100-150-200 тенге. Причиняет ли существенный вред? Ну, видимо, нет. Общественная опасность, вредоносность присутствует здесь как таковая? Видимо, нет. Ну, дети, условно говоря, 14-летние, 15-летние подростки, как говорится, загоняют козла, да, где-то на дачном участке рут яблоки. Ну, ведро яблок нарвали, съели. Формально тоже содержатся признаки кражи чужого имущества, но имеется ли признак вредоносности и общественной опасности? То есть, можно ли их привлекать к уголовной ответственности в данных конкретных случаях? Да. То есть, нужно сказать, что, конечно, вот эта вот конструкция статьи, части 4 статьи 10, она не так проста в правоприменении. То есть, в каждом конкретном случае нужно, да, определяться с тем, значит, каково материальное положение потерпевшего, да, каким мотивами, значит, руководствовались лица, совершающие эти преступления, ряд других вещей. Ну, скажем так, для хищения, условно говоря, для краж, да, вот есть у нас 107 статья, мелкое хищение чужого имущества, что есть, 108 статья, кража. Так вот, когда кража будет считаться мелкой, мелким хищением, когда нет. То есть, когда мы привлекаем его по 108 статье или по 108. Дело в том, что 108 статья – это уголовный проступок, да, судимость не наступает. 108 кража – это преступление, судимость будет иметь место, да. за уголовный проступки судимость не наступает. Так вот, как разграничить? Ну, дело в том, что в этом случае мы должны обратиться к статье 3, где определено, что малозначительным деянием будет считаться такая кража, малозначительным, значит, мелким хищением будет считаться такая кража, которая причинила ущерб собственнику, когда ущерб собственнику физическому лицу не превышает, значит, двухмесячных расчетных показателей, да, двухмесячных расчетных показателей. Если это юридические лица, 10-месячных расчетных показателей. То есть, здесь законодатель уже четко определил границы малозначительности, немалозначительности, да, стоимости, стоимости имущества. Но для других преступлений таких вот критериях, которые выражены в денежном, скажем, эквиваленте, не присутствуют. Ну, условно говоря, ну, это оскорбление, малозначительно, немалозначительно. Для кого-то там слово «дурак» является оскорбительным на глубине дыши, кто-то пропускает это мимо ушей. Достаточно оценностен, да, критерий здесь, вот, как бы, берется за основу. Поэтому в каждом конкретном случае по поводу малозначительности, для кого-то сто долларов – это не деньги, а для кого-то курочка, которую единственная, которую украли у бабушки, там, допустим, да, из сарая, представляет существенный ущерб. Поэтому в каждом случае, еще раз подчеркну, нужно подходить к этому вопросу индивидуально, исходя из фактического обстоятельства дела, материального положения потерпевшего, возраст, мотивы совершенного преступления и так далее, и так далее. То есть, очень индивидуально. Но, тем не менее, эта норма присутствует, да, объект. Следующее, объект нужно отличать от предмета. От предмета, да, вот такой еще, значит, вопрос. Иногда спрашивают, существуют ли безобъектные преступления? Нет, таких преступлений не существует. Все преступления, которые закреплены в особенной части Уголовного кодекса, посягает на конкретный определенный объект. Безобъектных преступлений не бывает. Итак, значит, что, чем отличается объект от предмета преступления? Предмет – это всегда какие-то объективированные вещи. То есть, то, что мы можем увидеть, попробовать, оценить. Имеется экономический критерий, имеется критерий материальный, мы можем это увидеть, да. Поэтому предмет – это всегда объективированные вещи реального мира. Стол, стул, деньги, золото и так далее, и так далее. То, что имеет стоимость, что мы можем увидеть, потрогать, оценить. Похищается мобильный телефон, я уже об этом говорил, да. Мобильный телефон выступает в качестве предмета, объектом является право собственности. Здесь нужно иметь в виду, значит, для чего предмет нужен, он нужен, помимо всего прочего, и для ограничения преступлений друг от друга. Есть экономическая контрабанда, есть контрабанда, изъятых из обращения предметов. Если мы перевозим, допустим, из Республики Астана в Россию, там, 3-х литровых банки черной икры, то это экономическая контрабанда. Если мы перевозим наркотические средства, то это контрабанда, изъятых из обращения предметов. Разные предметы, разные составы преступлений. Если мы, предположим, на Новый год срезали елку в лесу, где она растет в естественном природном, как говорится, ландшафте, то это экологическое преступление, незаконная порубка в деревьях и кустарников. А если мы такую же ель вырезаем у кого-то во дворе, где она была посажена хозяином, то это будет кража. И если мы выловили карпа, который водится в водоеме, в естественном водоеме, да, но ловли его, там, или осетра, ловли его в Каспии, выловили осетра, то это будет, опять же, экологическое преступление. А если мы того же осетра выловили в рыбном хозяйстве, где его выращивают, тогда это будет кража. То есть, предмет преступления нужен, необходим для того, чтобы мы могли разграничивать преступные деяния друг от друга. Предмет может быть как одушевленный, так и не одушевленный. Если подвечается человек, то в данном случае человек тоже выступает в качестве предмета, одушевленного предмета. Вот об этом нужно иметь в виду. И предмет нужно отличать от, значит, таких признаков объективной стороны, как орудия и средства совершения преступления. Вот одна и та же вещь может выступать в различных ипостасях. Если с помощью автомобиля, если автомобиль мы угоняем, автомобиль является предметом. Если с помощью автомобиля мы протараниваем, значит, стену в банке и совершаем кражу, то автомобиль выступает с оругием совершения преступления. Если с помощью этого автомобиля мы перевозим денежные средства похищенные, денежные средства, да, он выступает средством совершения преступления. То есть предмет нужно отличать от орудий на совершении преступления и средств на совершении преступления. На сегодняшний день достаточно. Всем спасибо за внимание. Я закончу.